В категории чего? Какого вида, класса, подвида какого-то? Вот это на сегодняшний день, ни одна система, и вообще, собственно говоря, систем никакой нету. Есть, так сказать, некие инструктивные документы. Ну вот возьмем Украину. Когда мы возглавили научно-исследовательский институт, мы попытались изучить, в том числе на основании чего же происходит классификация. Так вот, как я уже сказал, на основании абсолютно противоречивых документов, и, например, в Украине действует такой инструктивный документ от 2000 года, 2002 года, когда специалистам, специалистам, которые работают в первую очередь по учету и регистрации культурных ценностей, которые перемещаются через границу, которые находятся в особо ценном режиме охраны нашего государства украинского, вот, значит, дается ЦУ конкретно использовать систему регистрации, когда один и тот же предмет может находиться в нескольких классах. Ну, представьте себе, вот я уже приводил пример, что такое предмет археологии. Да мы в него можем практически все определить, в него все отнести, что мы нашли с помощью, там, археологической экспедиции в земле, там, под водой, где-то, не знаю, в каким-то слое какого-либо грунта, и даже в дупле. Вот, очень многие выходят из положения, когда, там, ловят каких-то черных археологов, он говорит, а я нашел это в дупле, в дупле дерева. Говорят, как это, это не предмет археологии. Так вот, эта двусмысленность, этот сарказм, такая вот такая ситуация комическая, она вообще приводит к потере наших с вами культурных ценностей, более того, вводит в конфликтную ситуацию юристов, потому как определить, когда невозможно, к какому классу относится тот или иной предмет, и таким образом его идентифицировать, присвоить ему какой-либо индивидуальный код, практически ни в одном государстве, ничего подобного такого нет. То есть, да, вот есть присваивают какие-то номера, но по этому номеру, наверное, только тот человек, который сам его присваивал, может найти в своем компьютере. Именно так, почему вот очень такая большая проблема с Интерполом. Потому что пока не будет того офицера, который вот в этом конкретно центре, там, ну, знаете, там, есть центр Интерполский в Италии, есть центр в Северной Европе, есть в Англии, есть в Америке. И вот пока вот этот центр, который руководит культурный центр, не пригласит того специалиста, который заносил в какую-то там базу данных, не поймешь, на каких принципах основаны, пока он не вытащит, именно тот, не вспомнит его, то, соответственно, никто вам не ответит, никто не ответит адекватно, там, присланные заявки. А ситуация иногда зачастую сводится парадоксально. Так вот, к чему это я говорю? Ну, уже давно весь мир, который, ну, другие направления научной деятельности человека, например, вот биология, существует, или геология, там, существует четкая система идентификации биологических видов. Я как систематик и как человек, который с уважением относится к клинейской классификации, да, вот всего там биологического мира, растения, животные, там, даже микроорганизмы, и те имеют четкую классификацию. Вы поймали щуку в Китае, в Америке, где-то еще, вы посчитали там плавнички, посмотрели окраску, посмотрели там жабры, еще там какие-то признаки, там, какой хвост и так далее. Вот есть признаки, которые относят конкретный вид биологический к типу, классу, подклассу, отряду, и, в конце концов, виду, и даже подвиду. Так вот, такая же классификация должна быть в материальном мире, во всем том материальном многообразии, что окружает человека. И вот над этим классификатором наш коллектив работал почти 7 лет. Вот в конце концов, нам удалось создать уникальный продукт, который позволяет очень четко по системе признаков, аналогично биологической системе классификации, идентифицировать и присвоить код любому предмету, любому, совершенно. Мы это делаем, показывали, мы это несколько раз демонстрировали. И получается, что, например, два специалиста, находясь в разных совершенно географических точках, мы проделали эксперимент, давали наш классификатор, сажали в разные комнаты специалистов, которых буквально обучили за полчаса, за два часа работе с нашим классификатором, давали в сложнокомпозиционный предмет, начиная от истребителя, яхты, тоже она напичкана какими-то ценностями. Например, в сложнокомпозиционный предмет, как, например, шахматы. Вот там очень много фигурок, вот как определить? А представьте себе, вот одну фигурку нашли там через 500 лет, через 100 лет, через 200 лет нашли. Она представляет из себя культурный ценност? Безусловно, да. Она уже представляет, потому что относится к той сфере, где человек проявлял ту или иную выражение своего творчества, своей какой-то исторической активности в том или ином государстве. Так вот, получается, что наш классификатор на сегодняшний день единственный в мире, это наш самый уникальный продукт, на который пока мы не сильно обращаем внимание. Вот если наши остальные продукты, мы в свободном виде их даем в интернете. То есть, ну, наши там акты оценки, наши оценочные отчеты, там, наш понятийный словарь, там, ну, наши паспорта, там. Вот классификатор пока еще, несмотря на то, что на него существует четкая регистрация наших авторских прав, мы пока делаем конфиденциальным с точки зрения нашего корпоративного пользования. Это наш очень уникальный продукт, который, собственно говоря, может, вернее, является главнейшим элементом стабилизации всего этого рынка. Там, конечно же, есть место и клаузури вот этим вот современным творчеством Херста, таблеткам Херста, там, акулам в формалине. Там тоже фотографии, вот, кстати, как к фотографии относить? Вот как вы думаете, там, печатная продукция или все-таки это какой-то элемент, там, кинофотоматериалов и так далее. Вот этом тоже у нас есть классификатору места. Вот, все, что составляет материальное наследие, у нас есть место. Так вот, сейчас я перейду к следующему этапу, к следующему объяснению. На чем же, каким же образом должен выходить из состояния черного, нерегулируемого, криминального рынка, колоссального по своим финансовым оборотам и емкости, воспроизводящегося сегмента экономики, как, с помощью чего он должен переходить в состояние, что называется, там, белого, законного, понятного, защищающего собственников, защищающего интересы государства, защищающего интересы культурного наследия, того этноса, который на сегодняшний день представлен или уже ассимилировался, ушел в небытие. Это все часть нашей мировой культуры. Так вот, три столпа главнейших, которые на сегодняшний день помогут вытащить вот этот вот сектор экономики из состояния хаоса. Первый столб главный, они все три несущие, три громадных опора, на которых, как вот раньше говорилось, там, весь мир стоит там на трех китах, там, на десяти черепахах и так далее, и старика Хатамыча. Так вот, первое, это понятийный аппарат. Когда будет четкой, однозначно трактуемый использоваться понятийный аппарат, он позволит синхронизировать все правовые акты государств, входящих в какие-либо объединения, там, ООНовские, там, региональные и так далее. Когда вы четко будете знать, что же является предметом творчества, культурной ценностью, исторической ценностью, этнографической ценностью, предметом старины, антиквариатом, предметом коллекционирования. Когда будет разъяснено четко, что такое эстетика, что такое клаузура, что такое безобразное. Вот когда юристы вместе с математиками придут к симбиозу с искусствоведами и с историками, с представителями гуманитарной сферы, когда они заставят гуманитария все-таки определиться, вы смотрите и видите синий цвет, синеватый, лазуревый, четко должен сказать. Вот здесь есть спектр, соответствующий вот такой длине, там, световой волны, который соответствует синему цвету. Или нет? Да или нет? Все. Вот, собственно говоря, вот этот вот понятийный аппарат, это есть один из главнейших столпов, который держит понимание и юридическую правовую часть всего оборота сферы материальной культуры. У нас он есть. На его создание у нас ушло почти три года, на создание понятийного аппарата. И мы, опять же, зарезервировали с собой авторские права на этот продукт, но мы его даем, пожалуйста, в пользование, соответственно, с теми принципами, которые проповедует Организация Объединенных Наций или ЮНЕСКО. Дальше. Конечно же, как я уже говорил, это второй столб, это оценка. Вот без стандарта оценки, без оценки, которая будет понятна абсолютно с точки зрения математики, с точки зрения логики, с точки зрения той теории оценочных наук, или относящихся к экономическому, к экономико-математическому направлению культуры и науки человека. Так вот, международные стандарты оценки говорят, как я уже раньше говорил, о том, что существует теория оценки, она уже опробирована в других сферах экономики. И вот стандарт оценки должен явиться тем столпом, который тоже выводит из хаоса вот эту сферу материальной культуры. Кстати, я хочу сказать, что вот, я уже говорил, когда говорил об оценке ранее, что в свое время, еще в 2006 году, мы впервые на международной конференции предложили один из наших продуктов в качестве единого международного стандарта для сферы материальной культуры. Вот это оценочная деятельность 2006 года. Продолжение следует... Продолжение следует...